Карбамид Карбамид с добавкой селитры расплавляют и при 125-130 градусах по Цельсию заливают форму. Состав обладает высокой жидкотекучестью и прочностью после затвердевания. Для получения сложных внутренних полостей в выплавляемых моделях применяют водорастворимые стержни. Стержень устанавливают в пресс-форму. Закрывают ее. Запрессовывают парафиново-стеориновый модельный состав. А затем стержень растворяют в воде. При необходимости получить в отливках, например, турбинных лопаток, длинные узкие полости применяют керамические стержни. В качестве огнеупорного материала для этих стержней используют порошкообразный электрокорун. Добавляют карбид кремния и, как пластификатор, парафин. Керамическая масса при температуре около 100 градусов по Цельсию под давлением прессующего поршня заполняет полость стержневого ящика. Отформованные стержни укладывают в короб и засыпают глиноземом. Прокаливают при 1300 градусах по Цельсию, охлаждая затем вместе с печью. Общий цикл нагрева, выдержки и охлаждения длится около недели. Керамические стержни устанавливают в стержневые знаки пресс-формы. После растворения модели стержень остается зафиксированным в полости формы. Модели отливок, литниковой системы и прибыли собирают в блоки. Модели отливок припаивают к модели литниковой системы. Модели отливок, литниковой системы и прибыли собирают в полости формы. Модели, состоящую из порошкообразного огнеупорного материала. Например, пылевидного кварца и гидролизованного раствора этилсиликата. Затем блоки модели обсыпают огнеупорным мелкозернистым материалом, кварцевым песком. Обычно наносят 4-6 слоев. Однако кварц при нагреве значительно и неравномерно расширяется, что ведет иногда к растрескиванию формы. Поэтому для сложных и крупных отливок применяют огнеупорные материалы с низким и стабильным коэффициентом теплового расширения. Например, сельмонит или электрокорун. Сушка форм производится в вакуум-аммиачной камере. Литниковую воронку открывают, подрезая торец покрытия. Формы с парафиново-стеориновыми моделями погружают в горячую воду. Состав плавится и всплывает на поверхность. Формы с карбамидными моделями погружают в проточную воду, где модели растворяются. Так получаются неразъемные формы, внутренняя поверхность которых точно повторяет конфигурацию моделей. После выплавления модельного состава готовые формы проходят под сушку и поступают на контроль. При подготовке к заливке формы устанавливают в контейнеры, которые заполняются шамотной крошкой, служащей опорным материалом для форм. Формы прокаливают при температуре 900-950 градусов по Цельсию. При этом выгорают остатки модельного состава, а в стенках формы появляются микропоры, что обеспечивает достаточную ее газопроницаемость. Прокаливание длится 8-9 часов. Заливают формы сразу же после их выхода из прокалочной печи. В цехах точного литья выплавка большинства марок стали производится в индукционных печах открытого типа. Выплавка и заливка сплавов на никелевой основе, содержащих легко окисляющиеся элементы, производится в вакуумных индукционных печах. Контейнеры с остывшими формами поступают в кантователь. Отливки вместе с засыпкой сбрасываются на решетку. Очищают отливки от керамики с помощью пневмоинструмента. Вулканитовым кругом отрезают от отливки питатели и прибыли. При получении этой отливки было обеспечено направленное затвердевание. Усадочная раковина выведена в прибыль. Непременным условием получения тонких сечений является заливка горячих форм. Если температура недостаточно высокая, тонкие сечения металл не заполнит. Затем отливки проходят термическую обработку. А после термообработки дробиметную очистку. Для удаления остатков керамической формы и стержней из внутренних полостей, отливки обрабатывают в растворе кипящей щелочи и промывают водой. Готовые отливки поступают на контроль. Проверяются их размеры, геометрия, наличие поверхностных эффектов. На рентгеновских установках – внутренних дефектов. Здесь отливки отправляются в механо-сборочный ферк. При массовом производстве отливок по выплавляемым моделям применяют многоместные пресс-формы с вертикальным разъемом. При повороте карусели пресс-формы переходят с позиции запрессовки на позиции затвердевания и удаления моделей. Модели сбрасываются на водяной конвейер. Блоки моделей собираются из отдельных звеньев на полых металлических стояках. Конвейер передает блоки моделей на формовочный участок. Сначала блоки моделей погружаются поочередно в суспензию и в ванну кипящего слоя песка. Пройдя ряд сушильных камер и установок нанесения суспензии и обсыпки, они поступают в ванну выплавления моделей, промывки форм и на подсушку. Далее они передаются на прокалку. Прокалка форм занимает около 25 минут. На выходе из печи форма погружается в кипящий слой горячего песка. Подвеска с формой и желоб заливочной карусели движутся синхронно. Песок плотно облегает форму. Затем блоки отливок поступают в охладительную камеру, проходят водяной душ. На виброустановке производится предварительная очистка отливок от керамики. Отливки отделяются от стояка. Далее отливки проходят через барабан с кипящей щелочью, где остатки керамики разрыхляются и смывают. Литье по выплавляемым моделям позволяет получать сложные тонкостенные отливки с высокой точностью размеров и малой шероховатостью поверхности. При литье в оболочковые формы достигается больше, чем в песчаные формы, точность отливок. Оболочковая форма состоит из двух тонкостенных полуформ высокой прочности. Рассмотрим процесс изготовления оболочковых форм на специальной установке, которая состоит из колпаковой печи, модельной плиты, плиты выталкивателей с газовыми горелками, поворотного бункера с формовочной смесью. Для изготовления оболочек применяется песчано-смоленая смесь. Модельная плита, нагретая до 350 градусов по Цельсию, покрывается разделительной смазкой и накладывается на поворотный бункер. Формовочная смесь, падая при резком повороте бункера на модельную плиту, уплотняется. Под влиянием тепла смола расплавляется, связывая зерна песка. На поверхности плиты образуется оболочка толщиной 7-10 миллиметров. Полученная оболочка еще малопрочна. При последующей прокалке оболочка упрочняется. Отвердевшая оболочка снимается с модельной плиты при помощи выталкивателей. Цикл получения полуформы полторы минуты. Изготовление оболочковых стержней аналогично процессу изготовления оболочек. Песчано-смоленая смесь подается в ящик с сжатым воздухом. Оболочка формируется на стенках ящика, нагретого до 250 градусов по Цельсию. Не прореагировавшая смесь ссыпается в бункер. Стержень при дальнейшей прокалке отвердевает. Полученный стержень точно повторяет размеры и форму рабочей полости ящика. Горячая полуформа с вложенным стержнем устанавливается на подпружиненные штифты сборочного пресса. Из бачка с сжатым воздухом выдавливаются на лад полуформы капли клея. При сжатии горячих полуформ на прессе клей, отвердевая, прочно соединяет их. Перед заливкой форму устанавливают в контейнер, который заполняют чугунной дробью. Формы заливаются расплавленным металлом. После охлаждения отливки выбиваются из форм. Дробь и частичная песок уходят через решетку в бункер, а отливки передаются в обрубное отделение, где производится отрезка литников и прибыли, термическая обработка, дробиметная очистка отливок. Мы рассмотрели процесс получения отливок в оболочковых формах. Этим способом изготовляют различные стальные корпусы, чугунные цилиндры воздушного охлаждения, коленчатые валы и другие детали. Точное литье в разовых формах значительно сокращает количество операций при механической обработке и обеспечивает замену процессов основанных нарезаний металла экономичными методами формообразования деталей. КОНЕЦ